Уже подробнее тему обсудим с экономистом Дмитрием Клещевым. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, ну как оцениваете вообще решение ЦБ по ключевой ставке? Сможет ли такое решение сдержать инфляцию и что будет вообще с рынком кредитования, на ваш взгляд? Ну, мы понимаем, что это решение было довольно непростым, потому что последний, наверное, месяц рынок закладывался на то, что ставка все-таки, скорее всего, будет повышена, и, судя по всему, на ЦБ было довольно большое давление. Мы видим, что буквально за несколько дней до принятия решения в конце мая большинство банков подняли стоимость своих продуктов, как понимая, рассчитывая на то, что ставка все-таки будет увеличена. И очень много показателей влияло на то, что она вроде бы должна расти. И инфляция, и соответствующие объемы кредитования, которые опять-таки растут при сегодняшних показателях. Но ЦБ посчитал, что в долгосрочной перспективе, судя по всему, риски от увеличения ставки для экономики Российской Федерации будут выше. И принял более взвешенное решение оставить ситуацию пока без изменений. И это несмотря на то, что нас с вами в ближайшее время ожидает довольно существенный всплеск инфляции, потому что, как вы знаете, с первого июля у нас будет очень большое повышение цен на услуги ЖКХ. И это, безусловно, даст свое дополнительное усиление инфляционному влиянию. И несмотря на эти все показатели, то, что ставка сохранена, для бизнеса и для экономики достаточно позитивный сигнал. Что касается рынка кредитования, насколько повлияет и что по сути-то изменится? К чему придем? Какой прогноз? Да, мы посмотрим. Я думаю, что в ближайшие где-то 2-3 недели будет ясно, насколько банки будут учитывать реалии. Потому что, по идее, сейчас часть кредитных продуктов должна слегка подешеветь. Особенно все, что касается ипотеки. Но насколько это произойдет, насколько быстро, я думаю, что мы увидим в эту и следующую неделю. То есть, просто, суть-то в том, что все прогнозы-то говорили о том, что регулятор поднимет ключевую ставку. Решение последовало совершенно другое. На ваш взгляд, по прогнозу, на ближайшем заседании, что может случиться? Если мы говорим уже про следующее заседание, то я думаю, что период, если не случится ничего очень-очень серьезного, с точки зрения каких-то макроэкономических посредств, или мы увидим какие-то новые сигналы, которые на сегодняшний момент не наблюдаем в экономике, то период повышения ставки должен закончиться. И если она не начнет снижаться, ну, на это пока все-таки мало шансов, то она еще какое-то время будет оставаться на этом уровне. Дмитрий, спасибо большое за комментарий. Я еще раз напомню, что решение Центрального банка по ключевой ставке мы сегодня обсудили с экономистом Дмитрием Клещевым. Дмитрий, спасибо огромное. Записали. Как обычно, все прекрасно и оперативно.